Доброе утро! В эфире новости. Меня зовут Антон Скаль. Начнем о погоде. До плюс 22 градусов потеплеет в Алтайском крае на этой неделе, уверяют алтайские синоптики. Сегодня и завтра в регионе будет без осадков, а температура начнет повышаться. Если во вторник в крае будет до 13 градусов тепла, то уже завтра воздух прогреется до плюс 18. По утрам и ночью будет скользко, говорят метеорологи. Юго-восточный ветер усилится к четвергу. Кстати, именно 2 ноября столбики термометров перевалят за 20-градусную отметку. Плюс 22 градуса ожидается в южных районах. Вместе с почти летним теплом в край вернутся и дожди. Комната волшебства появилась в одной из школ зонального района. Сухой бассейн, настоящий дождь и, конечно же, звезды. В школе села Соколова появилась комната для сенсорных и спортивных занятий для особенных детей. Подробности у Дмитрия Будкова. Комната, в которой живет настоящее волшебство. Здесь шумит гром и идет дождь. А сидя на мягком пуфике, так и хочется помечтать, смотря на звезды или на сотни пузырьков разных цветов. Второклассник Коля Ивдовин приходит сюда каждый день. Занятия в сенсорной комнате одни из любимых в школе. И они точно не скучные. Какие ты еще цвета видишь? Красный. Красный цвет. Это какой? Это синий. Синий, да? Больше похож на синий. Это? Это желтый. Желтый. А это вот прям лимон на такой желтый, да? Чтобы переоборудовать комнату для детей с ограниченными возможностями здоровья, три года назад руководство школы села Соколова подготовило необходимый пакет документов. Уже в 2015-м ее включили в федеральную программу «Доступная среда». На выделенные средства здесь переоборудовали крыльцо, установили пандусы и закупили оборудование в сенсорную и спортивную комнаты. На строительство было 820 тысяч, а на покупку, на приобретение оборудования 825 тысяч. Занятия проводятся у нас как индивидуальные, так и групповые. То есть формируются, если это занятия лечебной физкультуры, то есть дается рекомендация доктора. На достигнутом в зональном районе не остановились. Уже два года в селе Соколова работает музыкально-кластерный класс. Заниматься фортепиано стало возможным и для Коли Евдовина. Педагоги говорят, второклассник любит играть вальс. За два года поучаствовал во многих музыкальных конкурсах. В районе заключили сетевой договор с детскими садами, школами и бийским музыкальным колледжем. Цель такого сотрудничества – всестороннее развитие ребенка. Программа общая для всех детей. И мы даже обращаем внимание на то, что они не очень сильно и отстают. Но, естественно, они развиваются на индивидуальных занятиях в своем ритме. Для них создали индивидуальные условия. Сейчас в музыкально-кластерном классе учатся 20 школьников. Трое из них с ограниченными возможностями здоровья. И кто знает, возможно, через какое-то время эти дети прославят свою школу на всероссийских конкурсах. Дмитрий Бутков, Сергей Балуев. Новости. Будущий агроном представит Алтайский край на конкурсе «Краса студенчества России». Она написала гимн студенческих отрядов вузов Минсельхоза. Подробности в сюжете Анжелики Келлер. Мисс Университет. Мисс Студенчества. Первое место в «Золотой ноте». Достойное портфолио, которое помогло Ольге Шевченко попасть на конкурс «Краса студенчества России». За нее болеют друзья, одногруппники и преподаватели. А главный человек, который ее всегда поддерживает, муза и опора, ее мама. Ну, конечно, хочется победы. Конечно, потому что уже сделано много для этого. Не видно же этой работы, да? Мы-то этого ничего не видим. А работа-то ведется огромная. Мы думаем, что мы едем за победой. А для победы Ольга не просто поет, но и пишет песни. В ее копилке – гимн студенческих отрядов вузов Минсельхоза. Его утвердил министр сельского хозяйства. В гимне российской студенческой весны на Алтае также слова, написанные Ольгой. Я писала в этом году гимн студенческой весны Алтайской. Мальчик с медуниверситета Юра Мещеряков мне помог с аранжировкой. И получилась очень красивая вещь, которой я горжусь на самом деле, именно тем, что мой гимн был утвержден. Как и спортсменам, певцам нужны тренировки. Последний месяц – ни дня без репетиций. Ольга не просто красавица, но и умница – студентка аграрного университета. Возможно, через несколько лет мы услышим об открытии в области агрохимии, ведь учится она именно на этой специальности. Агрохимик занимается изучением определения количества нитратов в овощах и фруктах. То есть мы можем понять, какой фрукт полезный, а какой нам нанесет вред. Билеты во Владивосток уже на руках. Конкурс начнется 1 ноября. А это значит, совсем скоро мы узнаем, станет ли Ольга Шевченко красной студенчества России. Дай мне руку, и я счастливым сделаю тебя. Анжелика Келлер, Александр Морозов. Новости. На этом у меня все. Хорошего вам дня.